Когда заканчивается война или диктаторский режим, люди, особенно жертвы и пережившие военные действия, заслуживают признание и справедливости за преступления, совершенные против них. Это поможет обеспечить примирение и долгосрочный мир. И все же ни одно общество не может обеспечить расследование всех преступлений. Поэтому это тонкая грань. Если преступники остаются на свободе или все еще имеют власть и не отвечают за свои преступления, травма не прекращается и к правительству страны нет доверия. И если нет правосудия, люди могут искать собственные способы восстановления справедливости, и это может нарушить хрупкий мир. Правосудие переходного периода – это временный процесс, который имеет целью разобраться с правонарушениями прошлого и продвинуть общество к новой перспективе мирного, инклюзивного будущего. Процесс правосудия переходного периода может включать уголовные расследования нарушений прав человека с целью восстановления общественного доверия к верховенству права, реформирование институтов для предотвращения насилия в будущем, традиционные механизмы на уровне сообществ, которые могут способствовать восстановлению правосудия для жертв и переживших насилия. Возможность говорить правду, чтобы слышать и не забывать опыт жертв и переживших насилия. Если возможно, прощение и примирение на личном уровне, между сообществами, на национальном уровне. И, наконец, репарации для компенсации пережитого ущерба. Почему нам нужна гендерная перспектива в процессе переходного правосудия? Потому что в этом процессе становится очевидным, что конфликт влияет на мужчин и женщин по-разному. Гендерная перспектива помогает понять, какие нарушения следует расследовать. И проливает свет на невидимые преступления, такие как сексуальное рабство, принудительная стерилизация. И более долгосрочные последствия таких преступлений, а именно ВИЧ, СПИД, дети, рожденные впоследствии изнасилования, потеря кормильца в семье. Гендерная линза также позволяет женщинам и мужчинам понять, что справедливость значит для каждого и каждой из них, и как они хотят жить дальше. Например, в послевоенном контексте Сьерра-Леоне 65% женщин, бывших участниц войны, выразили желание присоединиться к женским организациям, чтобы помогать другим. Гендерная линза также помогает подчеркнуть, что участие мужчин и женщин в расследовании преступлений равноценно важно, поскольку они являются носителями разной информации. Гендерная линза также может сделать видимыми разные потребности семей с одним родителем и поддержать женщин-вдов и мужчин-вдовцов в послевоенный период. Пять шагов для обеспечения гендерно-чувствительного процесса правосудия переходного периода. Первое. Консультации и информирование общественности о том, как должны выглядеть сбалансированные комиссии справедливости, правды и примирения. Не существует идеального решения, но прозрачность помогает строить доверие в процессе. Второе. Обеспечить консультации комиссий и трибуналов с женщинами и мужчинами, чтобы услышать их видение того, как организовать этот процесс и каких результатов важно достичь. Третье. Обеспечить баланс мужчин и женщин в процессе и наличие у них гендерной экспертизы. Четвертое. Работать в партнерстве с женскими организациями, чтобы они могли влиять на формирование, поддержку и мониторинг этого процесса. Пятое. Принимать во внимание логистическую поддержку, безопасность и помощь, связанную с травмой для свидетелей преступлений. Позволять свидетелям говорить на своем языке. Обеспечить защиту свидетелей, в том числе давать им возможность выбора форматов свидетельства. Обеспечить на месте поддержку в преодолении психологической травмы. Обеспечить систему ухода за детьми. Каких результатов можно достичь? Политические лидеры и лидеры сектора безопасности, которые совершили правонарушения, не имеют права быть восстановлены в должности. Система правосудия, которая ограничивает права человека или дискриминирует граждан, подлежит реформе. Власть с центрального уровня передается на места. Земля, присвоенная правительством или вооруженными сторонами конфликта, возвращается законным владельцам. Выделяется финансирование на программы репараций на уровне общин и программы поддержки жертв, в том числе женщин. Травма консультирования и поддержка жертвам изнасилования и пыток, а также людей, получивших инвалидность впоследствии войны, которые интегрированы в национальную медицинскую систему. Создаются национальные мемориалы и символы единства для исцеления, поддержки плюрализма и социальной сплоченности. В учебные планы по истории внесены изменения, которые точно отражают разнообразный опыт всех сообществ и групп общества. Результатом процесса правосудия переходного периода должно быть государство с верховенством права и ощущением принадлежности и достоинства для всех, чтобы прошлое насилие и угнетение было не забыто, но не повторилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова